итак друзья приветствую вас на своем канале сегодня у нас рубрика походная кулинария мы приготовим мини шашлычки из индейки и колбаски по джипперски так что не переключайтесь будьте с нами будет интересно и так наши угли подошли сейчас будем закладывать наши шашлычки из индейки не стал я заморачиваться с маринадами в этот раз просто взяли мясо поставили почему-то решили обойтись так еще очень важный лайфхак для тех кто пользуется мангалами фирмы вебер в частности и к любым тоже это подойдет но особенно это относится к ним потому что стоят они не детских денег и дабы уберечь свой мангал от преждевременного старения засирание и все такое в общем-то на дно выстилаем фольгу вот она предотвращает нас от того что во время готовки шашлыка капает жир он смешивается с углем и потом всю эту субстанцию очень тяжело очищать поэтому чтобы обезопасить себя от этих потом канителей можно постелить фольгу и потом высыпая уголь просто выбрасывается фольга все его зднище опять пистинка сейчас накроем минут 10 они у нас так постоят и посмотрим что будет дальше пока готовится наш шашлычки мы сейчас сделаем заготовочку для колбасок по джипер ски для этого мы берем купаты неважно какие кто че любит поросятина курятина подходит абсолютно все вот вот такие вот алюминиевые контейнеры я брал ok принципе они должны быть любых крупных супермаркетах они используются для выпекания тортов там пирожных прочей канители они нам как раз очень хорошо пригодятся к этому посыпаем предварительно заготовленным болгарским перцем он придаст нам очень пикантный вкус вот разложили так и еще один важный момент туда надо добавить воды немного в принципе просто для готовки немного добавляем если у вас будет желание сделать из этого и первое и второе блюдо то воды можно добавить где-то наверное на две третих вот края и получится в общем то первое второе блюдо типа лагмана что-то такая вот должна выйти и все это мы накрываем фольгой мы это готовим мангале сегодня а так в принципе вот кто выезжает на природу такие вещи можно делать углях на костре очень вкусно получается рекомендую единственное что если готовить на углях то нужно вот эти чиплашки одну в одну положить и сверху закрыть двумя слоями фольги ибо она довольно тонкая и может прогореть и потом все это угли закапываете и также углями сверху и сверху можно еще там веточек накидать сухих и пусть она себе горит он создавает дополнительную температуру сейчас у нас штуки доделаются и мы потом поставим уже эти колбаски и так наши шашлычки уже доходят до кондиции но еще можно их подержать минут 5-7 сейчас мы их перевернем на любителя можно на угли добавить ольховой щепы начинает гореть и мы закрываем сейчас она у нас притухнет и так слегонца прям прикоптится у шашлычков будет прекрасный такой товарный вид возбуждающий аппетит и вкус копчености вот от щепки мы используем ольховые ну там кому что нравится как говорится брали мы в окей там очень большой выбор там и груша и яблоко и все все что там только нет по крайней мере на упаковке написано это был как такой фильм там мужик старый старый сервский сидит вино продает и у клиент подходит а такое есть есть он ему с этой бочки наливает а такое есть он тоже с этой же бочки наливает только другую этикетку прыгает такая вот хохма ну не знаю что записано то и за зато и покупаем и продаем написано ольха пусть будет ольха на улице у нас сегодня довольно морозно уже отрицательные температуры начинают в день переходить с ночи вот решили выехать пообедать на природе у нас как-то мороз не сильно останавливается ладно сейчас еще минут пять и покажем что получилось так и так наши шашлыки готовы сейчас мы будем доставать вот посмотрите какие они золотистые стали запах ребята его ничем не передать технологии еще несовершенны так что только догадывайтесь так шашлычки шашлычки так честно до досыпать угля немножко и поставим поставим готовится наши колбаски единственный недостаток вот этого угля в отличие от фирменного лоберовского он довольно быстро горит приходится добавлять если бы был бы фирменный то я бы сейчас вторую порцию жарю на одной заправке но разница по деньгам она как-то несоизмеримая поэтому для экономии бюджета в общем то и этот подойдет прекрасно для тех кому интересна тема в оберовских мангалов в ближайшее время сниму еще обзор на другую модель она в общем то для автомобиля не очень сильно подходит ибо довольно объемно ее лучше использовать где-нибудь на даче то есть стационарных условиях полустационарных скажем так машина конечно тоже поместится но место она там уж очень много занимает так выкладываем нашу колбасу так где у нас там еще колбаски были то две сиротливые колбаски еще завалялись они не влезли в контейнеры мы их просто кладем на решетку таким макаром и все процесс пошел готовить будем наверное минут 20 не меньше чтобы они хорошо пропаренные были как уже процесс будет заканчиваться я вам это обязательно покажу не переключайтесь и так наша готовка подходит к завершению так колбаски мы отнесем горяченькие посмотрю что у нас там получилось ну видно вода кипит там на медленном огне скажем так ребят запах совершенно потрясающий можно еще их немного на углях подержать но сразу сразу пошел процесс кипения гарантированно как говорится и поддержим сейчас еще пару минут и закончим с этим делом ну-ка по ветру станем какие ароматы ребята в лесу сейчас пока мы тут занимались готовкой в лесу две косули прошли еще не вся в общем дичь перестрелена что очень радует ну-ка что у нас тут вот перчик он дает вообще неповторимый аромат с этими купатами ребят но это что то с чем то люди уже бегут так там у меня уже чай закипает на примусе чай готов ну и колбаса наши в общем то по джиперски тоже готова так единственно чего у меня нет у меня нет прихваток давай так что ли пойдет такой вот у нас чудесный обед на лоне природы всем рекомендую ездить обедать в лес прикрыть закрыть поддувало и все они угли сейчас погаснут сами собой ребят подписывайтесь на наш канал ставьте лайки с нами будет интересно всем спасибо спасибо